Опираясь на результаты целого года, достигнутые в ходе так называемой специальной военной операции, давайте сравним потенциал и возможности российской группировки войск и вооруженных сил Украины, которые содержат целый блок НАТО. Начнем, пожалуй, с такого показателя, как ракетная мощь. Поражая военные и стратегические цели на Украине, Россия продемонстрировала высокий потенциал своего ракетного вооружения большой дальности в виде массовых пусков баллистических, крылатых и иных управляемых ракет, уничтожающих цели с высокой точностью на расстоянии до 5,5 тысяч километров. Способность в залпе отправить к целям сотню крылатых ракет ставят Россию на второе место после Соединенных Штатов. Ну а гиперзвуковое оружие делает российскую армию в данном критерии мировым лидером. У Украины не имеется крылатых и баллистических ракет. Есть американские комплексы Химорс с дальностью до 180 километров. Их количество пока что также не сопоставимо с российским потенциалом. Со временем, конечно, американцы могут передать более дальнобойные ракеты, но на данный момент их нет. С другой стороны, стоит отметить, что российские дальнобойные ракеты показали свою эффективность только чисто с технической точки зрения. Стратегически же год специальной военной операции показал, что останавливать наступление армии противника этот вид вооружения не может. А уничтожать критическую инфраструктуру не позволяют интересы бизнес-группировок, что связывают руки российской армии. Вторым показателем рассмотрим авиацию. Воздушно-космические силы России продемонстрировали значительно меньшие возможности, чем от них ожидали. Воздушные операции на Украине по достигнутому результату многократно уступают результатам, достигнутым в ходе воздушного наступления многонациональных сил против Ирака в 1991 году и бомбардировок Югославии авиации НАТО в 1999. Возможно, это также результат неких политических договоренностей. Точной цифры количества самолетов и вертолетов, задействованных Россией в ходе специальной военной операции, не имеется. Но по разным косвенным признакам и оценкам, это около 450 боевых самолетов и около 250 вертолетов. В вышеупомянутых воздушных операциях в Ираке и Югославии американцы задействовали как минимум в два раза больше авиации. При этом противовоздушная оборона этих стран была значительно менее опасна ныне имеющихся у Украины зенитно-ракетных комплексов. Правда, стоит отметить, что у основных российских ударных самолетов Су-30 и Су-34 больше взлетная масса, чем у американских Ф-16. Это 45 тонн против 24. Сбивают российские самолеты и вертолеты при попытках поражать цели обычными неуправляемыми бомбами и ракетами с малых высот, потому что такие боеприпасы являются основными в арсенале российской армии. Говоря проще, передовые по своим возможностям самолеты вынуждены применять простейшие средства поражения, полностью нивелирующие возможности бортового радиоэлектронного оборудования этих самолетов. У украинских военно-воздушных сил примерно схожая проблема, усугубляющаяся и исчезающая малым количеством боевой авиации. Третьим показателем рассмотрим возможности противовоздушной обороны. Несмотря на то, что украинцам эпизодически удается наносить удары по тылам российской армии, наземные силы противовоздушной обороны представляют из себя довольно надежный щит от угроз с воздуха. Однако, несмотря на то, что у России гораздо больше, чем у Украины зенитно-ракетных комплексов всех классов, их все равно недостаточно, чтобы прикрыть весь участок фронта и границы. В связи с этим американские средства разведки регулярно нащупывают слабые места в российском воздушном пространстве, куда периодически залетают украинские беспилотники. Четвертый показатель касается беспилотных летательных аппаратов. Недооценка российской армии важности малых разведывательных беспилотников для пехотных подразделений и артиллерии привела не только к дефициту квадрокоптеров в войсках, но и к отсутствию в подразделениях высокоэффективных средств борьбы с ними. По итогу, по этому показателю, Россия сильно отстала от украинской армии, куда страны НАТО присылают непрекращающийся поток необходимых средств. Со временем, конечно, российские войска начали насыщаться беспилотниками разного назначения, однако этого все равно крайне недостаточно. Вследствие недостатка беспилотников не получается мешать снабжению противника на должном уровне. А ведь такие дроны-камикадзе, как Ланцет и Герань, показали хорошую эффективность при правильном использовании. Пятым показателем стоит обязательно отметить артиллерию, что является в данной войне в Украине, пожалуй, самым решающим фактором. Боевые действия показали, что российская артиллерия полностью, а украинская почти полностью, состоят из советского наследия. Правда, у российской армии имеются современные модернизации старых установок, заключающиеся в первую очередь в появлении корректируемого боеприпаса. Украинцам натовские союзники предоставили свои, в том числе более современные артиллерийские установки. Как результат, российская ствольная артиллерия стала уступать по дальности и точности. Некий паритет сейчас остается у реактивных систем залпового огня. Несмотря на все недостатки, благодаря огромному численному превосходству в количестве стволов, российская артиллерия все-таки пока доминирует на поле боя, пользуясь устаревшей тактикой огненного вала, что неминуемо влечет за собой снарядный голод. И если в Украине недостаток современных и высокоточных натовских боеприпасов связан с их дороговизной, то в России с невозможностью быстро производить снаряды и ракеты в должном количестве. Ну и в качестве последнего, шестого показателя эффективности, давайте рассмотрим наземную военную технику в общем. Более подробные сравнения российских и натовских танков и боевых машин пехоты можно легко найти на моем канале и по подсказкам, что появляются сверху. Основой материальной части бронетанковых войск является богатое наследство, оставленное Советским Союзом в виде невероятных запасов вооружений. Украина и Россия активно пользуются полученным наследством, поддерживая актуальность имеющейся бронетехники путем ее модернизации. Легкую бронетехнику в основном усиливают новыми пушками, а танки — дополнительной защитой. По техническим характеристикам все это друг от друга критически не отличается. А вот по количеству железа Россия все же явно лидирует. Это лидерство НАТО всячески пытается нивелировать, загоняя на Украину тысячи единиц различной бронетехники. Ну а на что на практике способны западные танки и боевые машины пехоты в полномасштабной войне, мы узнаем этой весной. В качестве краткого подведения итогов отмечу, что несмотря на все вскрывшиеся в ходе войны недостатки вооруженных сил России и учитывая, что в армиях НАТО тоже не все гладко, в целом между украинской армией и российской группировкой войск сохраняется некая статус-кво. Например, преимущество Украины в ударных беспилотниках нивелируется эффективностью российской противовоздушной обороны. А из-за преимущества в дальности стрельбы западных гаубиц россияне решают задачи по контрбатарейной борьбе с помощью дронов-камикадзе «Ланцет». Ну и так и далее, и тому подобное. Да, можно было бы, конечно, еще сравнить и людские ресурсы, которых у России в пять раз больше. Ну а кто на войне теряет больше военнослужащих, можно косвенно определить по количеству и масштабам мобилизации. Ну а мне, как всегда, будет крайне интересно узнать твое мнение в комментариях под видео. Чтобы знать еще больше самых интересных и важных новостей, обязательно вступай в мою группу ВКонтакте, подписывайся на мой Яндекс.Дзен, ну так, на всякий случай, и про мой второй музыкальный канал не забывай, все ссылки в описании под видео. Ну а с вами был Харддастер. Всем мира и процветания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok